Привет, друзья! Подготовка прямой трансляции новостей или развлекательного шоу – это непростая задача, требующая серьезной профессиональной подготовки. Но даже когда все было сделано идеально, иногда случается что-то непредсказуемое. И тогда рождается забавный курьез, свидетелями которого становятся миллионы телезрителей. Сегодня я подготовил для вас видеосюжет с пятью забавными моментами, которые проскочили в прямой эфир. Желтая метка Не каждому новому посетителю в собачьем питомнике оказываются искренне рады. А уж искусством вызывать поистине щенячий восторг могут похвастаться лишь избранные. Но для специальной корреспондентки румынского телевидения собаки все же решили сделать такое исключение. Причем трижды! Неизвестно, как сложилась бы карьера молодой журналистки, если бы не ее четвероногие друзья. Ведь на следующее утро она проснулась уже знаменитой. Большой курьез Валлийская участница реалити-шоу «Большой брат» – любимица публики Латиша Грейс, стала еще ближе своим фанатам прямо во время прямого эфира британского телевидения. Ведущий попросил ее станцевать тверк. Все начиналось замечательно, но змейка на платье не выдержала накала страстей и разошлась, раскрыв зрителям сразу несколько пикантных секретов телезвезды. Обескураженная Грейс, сгорая от стыда, рухнула на диван, а сверху на нее свалился угорающий от хохота ведущий. «Не знаю, как Большой брат, но этот момент точно войдет в историю», – прокомментировала курьез Латиша в своем твиттере. Блестящий Вандерваарт Футбол – пожалуй, самая популярная игра на планете, собирающая перед телеэкранами сотни миллионов зрителей. Неудивительно, что даже профессиональные футбольные комментаторы порой не в состоянии сдержать захлестывающих эмоций. Кому-то это может стоить работы и репутации, а кто-то умеет блестяще выкрутиться из, казалось бы, безнадежной ситуации. Именно таким редким умением располагает футбольный комментатор НТВ Плюс Роман Нагучев. Комментируя в прямом эфире матч «Аугсбург-Гамбург», Роман несколько увлекся, но с честью вышел из двусмысленного положения. Это стопроцентный лайк, друзья! Покотная аномалия Один из вечерних прогнозов погоды немецкого канала ARD надолго запомнился телезрителям и самому ведущему Йоргу Кахельману. Непонятно каким образом и откуда в студию проник холеный серый кот. Сначала перед объективом проплыл его хвост, а после промелькнуло и все животное. Ума не приложу, как кот пробрался в студию. Я заметил это, когда почувствовал, как он трет самую ногу и живо представил себе, как зрители отреагируют на происходящее. В какой-то момент я понял, что лучше взять кота на руки, ведь пушистики злятся и выпускают когти, когда их игнорируют. «Я сделал все, чтобы кот остался доволен, и он не только позволил мне довести выпуск до финального конца, но и даже с любопытством следил за новостями», – поделился Кахельман. Конкурент На что только не пойдешь, чтобы снести конкурента. Именно так рассудил сотрудник информационной службы новостей CBS 21 Фрэнк Трэзе. А затем подмочил репутацию коллеги из канала ABC 27 Дэйва Марчески, рассказывающего о победе кандидата от демократической партии Патти Ким. Причем подмочил в буквальном смысле, отхлебнув в честь победы демократов из вазы с цветами. О провале репортажа Марчески узнал только, когда добрался до студии, поскольку все было проделано буквально за его спиной. Видеосюжет был показан в теленовостях серьезного новостного канала в прямом эфире и изрядно повеселил и утешил сторонников проигравшей партии республиканцев. А на этом все! Если тебе понравилось это видео, поделись с друзьями и до скорого!